Территория заброшенной воинской части на улице Федосейнка превратилась в свалку. Туда везут всевозможный мусор. Строительный, химический, даже медицинские отходы. Площадь части исчисляется сотнями гектар. И черные мусорщики накатали множество въездов и заездов, по которым снуют КамАЗы. Смотрите, что свозят. И пленку свозят, и все свозят. Выбрасывают мусор поближе вот туда. Ну это тогда машина большая уже должна быть. Там же и непонятно, и химию всякую сваливают, и всякую бяку, которую лень платить за деньги, за то, чтобы отвезти на свалку, проще приехать вот сюда и свалить. Территория большая, довольно. Там бульдозеры ровняются. Выбрасывают градусники. Это категорически неподходящее место. Ну здесь грунтовые воды очень близко к поверхности. Рядом водные объекты. Вот эта вся грязь попадает в грунтовые воды, в водные объекты и в Волгу. А там идет водозабор Нижнего Новгорода. Здесь преобладают три вида отходов. Самый большой объем это древесные отходы, потом штукатурка, газобетон и пенопласт. Самое опасное? Ну, пожалуй, пенопласт, потому что он легко горит и он очень токсичен. Вполне возможно, что в скором времени мы увидим, что весь строительный мусор, все эти деревяшки, все это загорится. И придется это все тушить. Был пожар. В прошлом году тушение было в течение трех дней. Именно мусор стал причиной этого пожара. Произошло спривание мусора и самовозгорание. То количество отходов, которое было вывезено, например, этой весной, оно исчисляется уже, ну, несколькими тысячами кубометров. Потому что одних только противогазов здесь около сотни кубов. Объем ликвидации очень большой. Рекультивация здесь неуместна. Здесь это все надо убирать. Куда будут убирать, тоже неизвестно. Территория оказалась бесхозной после того, как отсюда вывели воинскую часть. Соответственно, теперь это земля города, Нижнего Новгорода, Московского района. И эта территория фактически без надзора. Поэтому сюда и везут мусор. Ну, я знаю, что Росприроднадзор перед Новым годом, буквально в ноябре месяце, выезжал сюда и обязал это все закрыть. То есть пресечь вообще доступ грузовых автомобилей сюда, чтобы этого не происходило. Ну, как видите, свалка разрастается. Районные власти говорят, что об этой свалке знают, но никаких мер предпринять не могут. Чтобы привлечь к административной ответственности, нужно зафиксировать факт сброса. Вот в этом самая большая проблема. Возят в основном по ночам. Вот проблема в этом. Перекрыли там дороги все. Ну, тем не менее, те, кто туда возят мусор, они эти дороги открывают. Значит, опять продолжают возить. Мы написали письма и в полицию, чтобы хоть поймать людей, которые этим делом занимаются. Что касается выделения средств на ликвидацию свалки, там действительно большие объемы. У нас вообще в районе выделяют средств порядка 3 миллионов на все свалки. А у нас выявлено свалок уже на 6 миллионов. Поэтому ситуация такая, что, естественно, на все финансирование не хватает. Кстати, как сообщили в районной администрации, они намерены сформировать и подать заявку на получение федеральной субсидии на рекультивацию этой свалки. Правда, вся эта процедура растянется на несколько лет.